Я снова разговариваю шепотом, объясню почему. Сейчас ночь, 12 ночи, я получил посылку. Хочу показать, что внутри. Все спят, поэтому... Полетели? Полетаем вокруг этого озера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш боец идет. Сдал я нашего студента экзаменатору. Наш водитель уже сидит за рулем. Экзаменатор тоже сел на пассажирское сидение переднее. А сзади наша девочка Оля в качестве переводчика будет переводить, что от нашего студента хочет экзаменатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока все хорошо, зашла. Поворот вижу, работал. Рассекаем лужи. Пока все умничка идет, хорошо. Так, на знаке стоп остановилась. Вообще красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы заезжаем. Я не знаю, что это, парковка, но это не гараж. Здесь она будет выполнять фигуры разворота. Остановилась. Поворачивает руль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будут вопросы, как нужно себя вести в случае парковки на гору, либо с горы. То есть как ключ, руль, ручник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Я считаю, что наш студент все сдал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ручник зажал, я услышал, экзамен сдан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Олечке, за эмоции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау, круто. Спасибо большое, сэр. Добрый день. Добрый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, пойдемте обратно. Поехали. Получается, что вам. Сладим сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Людмила, поздравляю, молодец, все, все, всего лишь две ошибки, сколько вопросов было? 40, 50, было 50 вопросов, нужно было ответить на 40 правильно. Короче все, мама сдала на права, уже не успела выйти из ДМВ, как вон уже, смотри, раз, вон вторая, третья, она уехала, вон еще одна, вот еще одна, вон еще одна, вот стоят, все за мамой, пятая, шестая, смотри, пацаны в Беркутах все собрались, и все возле нашей машины. Все, вот, права, получила, приезжайте, сдавайте, учите, не тяжело. Кому надо, могу подсказать хорошую школу, хорошего помощника. Вопросы легкие. Из 52 вопроса было у меня с ошибкой. Сколько списала? А там не списываешь, там везде камеры стоят, даже телефон нельзя с собой брать. В Одессе тоже гадные стоят. Ведь тут это не Одесса. Там даже если она телефон просто в руки возьмет, когда сдает экзамен, ее дисквалифицируют. То есть она стоит полностью одна, без никого, без помощи. И мы поедем дальше, в кругосветное путешествие. Ну все, короче, я себе нанял, почти официально уже нанял нового водителя. Так как я постоянно снимаю в движении, скоро вот уже летать начнем, потому что уже дрон приобрели. У нас появился новый квалифицированный водитель. Едем в светлое будущее, солнечное будущее. Солнечный штат. Не отвлекайся, следи за дуровой маминой. Короче, все равно, с какой скоростью едут они. Главное, следи за своим спидлимитом. Спидлимит 50, ты едешь 50, и это главное. То есть, если тебе сзади прижимаются, моргают фарами, либо даже сигналят. Показываешь его так вот. Это потом, да, в YouTube постоянно. Ты, это называется, danger driver. Он ведет себя некорректно. То есть на дороге он не имеет права сигналить, потому что сигнал может испугать тебя. Я еду, я еду по американским дорогам. Ура! А ты бы смог ездить по американским дорогам? Да. Ставьте лайк. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии. Что ты думаешь по этому поводу? Человек буквально, сколько, сколько, сколько? Вторую неделю пошла, второй раз за рулем сидит. То есть чужая страна по законодательству, у нее есть украинские права, и она имеет полное право ездить с этими правами на территории Америки с момента приземления, с момента прибытия, если не ошибаюсь, полгода по украинским правам. Потом она обязана получить американские. Мы, в принципе, сразу же начали этот процесс. За хорошее вождение, приз, приз в студию. Оле, оп! В общем, это Кроксы, Амазона, модель Клок Писточный Сяк. Цыпа, 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 иди домой. Иди домой, цыпочка моя, бусечка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, это будет гороховый суп, варится горох отдельно. Почему отдельно? Потому что горох не всегда разваривается, поэтому я его делаю отдельно. И он, в принципе, в сам суп добирается почти в конце. Такое мясо у нас. Это оно что? Это у нас говядина. А, вот это вот кольченое ядюшко. Котошечку чуть-чуть обдаю на сковородке, обжариваю. Для того, чтобы у нее был тот же самый аромат, не знаю, жареных овощей и копченое мясо. Ну, то есть, хочу максимально все чуть-чуть отдать дымку. Дальше обжариваем мясо. Чисто так, визуально, для корочки. Что еще? После того, как мясо будет обжарено, мы заливаем это мясо в этой же кастрюле. Смотри, кастрюлька высокая, с широкими бортами. Заливаем в этой же кастрюле водой и варим. Когда будет готово бульон, мы добавляем потихонечку овощи. Добавим еще вот помидорки черри. Наша специя – это обычный перец, давно же с сальтин. То есть, в нашем случае, в другом виде. Как могли, добавил воды, чтобы покрыло косточку. Ну, и, в принципе, под эти точки, что мы в этой кастрюле варим. Ну, мне так удобно. В том момент, добавляем огня, чтобы это все закипело и варилось. Добавляем вот овощи обратно. Мясо сделаем от костей. Я вот уже начал процесс. И, в принципе, суп готов. Довольно кипение. Варим крытошку до готовности полна. Я думаю, это все готово. Зеленушка, перчик. Такие вот помидорчики. Это будет у меня. Суп гороховый готов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!